Добрый день, участники нашего курса! Хотела вот на таком небольшом примере, видеоконтенте, показать, вернее, ответить на частые вопросы, которые у вас возникают. Например, был вопрос о том, как отменить линии сшивки. Для этого в окне 2D, ну или 3D, кому как удобней, активируете функцию редактировать швы. Вот у вас все эти швы сразу, да, визуализируются. Дальше выбираете тот шов, который нужно удалить, правый клик мыши и, соответственно, удалить шов. Вот, далее, пожалуйста, можете уже редактировать шов так, как необходимо это сделать. Так, еще, если у вас есть какие-то, например, вот точки, да, которые являются лишними, но они несут определенную функциональную нагрузку. То есть, если мы, например, вот я нажму на редактирование, точку удалю, то, соответственно, у меня изменится и кривизна линии. То есть, точка является таким реперным, да, вариантом, который позволяет нам линию выполнять с необходимой кривизной. Да, вот что у нас получилось. Тогда я отменю свои действия. И если вам точка временно не нужна, вы можете ее заблокировать. То есть, опять-таки, правый клик мыши и нажимаем лог. Она становится серой, невидимой. И, соответственно, вы можете осуществлять сшивку с помощью свободного сшивания, да, выделяя полностью целиком всю линию. Но это, в принципе, возможно и при активной точке. Так, только не забывайте, вот если я сейчас покажу, да, сшивку, у меня программа может сказать, что линия уже, да, есть. Поэтому нужно отменить тогда предыдущую сшивку и выполнить новую. Так, что еще? При выполнении, уже как бы, использовании разных цветовых решений и паттернов, вы можете варьировать с цветовой заливкой деталей. Не по отдельности для каждой выбирать или для всего комплекса деталей, а как-то их разбить по группам. Ну, предположим, вот мне хочется, чтобы у меня нижняя часть платья, то есть юбка и рукава были одним цветом. Я в разделе ткань добавляю новый вид материала, ну, вот, например, белый, да. Дальше выделяю детали юбки с помощью шифта, да, и для того, чтобы, вот, прошу у меня прощения, в видео была ошибка, для того, чтобы визуализировать, соответственно, размеры, нажимаем шифт Z. А я оговорилась, у меня был шифт C. Вот, прошу прощения, и обратно возвращаемся так же. Итак, я выделила детали юбки, и затем выделяю еще детали рукава. Так, вот все детали выделены. Правым кликом я выделяю группу и объединяю эти детали в одну группу. И дальше, соответственно, в окне свойств я меняю ткань, и у меня, поскольку объединены детали в группу, соответственно, вот они визуализируются вместе. Нажму на симуляцию, что-то здесь у меня произошло. Так, и еще такой момент. Если вам необходимо рассинхронизировать вариант, вот этот, да, после шифки, например, что-то у вас неправильно выполнено, вы можете вернуть сшитые детали в их плоскостной вид. Как это сделать? Остановлю симуляцию. Вот, например, рукав. Активирую рукав, кликом правой клавиши и сбрасываю 3D расположение. Вот, рукав становится плоским. Дальше мы снова ориентируем его относительно точек расположения и осуществляем... Да, вот, то есть, опять-таки, нужно посмотреть, как удобнее вам расположить. Так, вот, рукав мы расположили. Я отключу пока эти точки, чтобы было видно. И дальше вы его можете перемещать. Можно отредактировать его положение, да, посмотреть с разных сторон, повернуть. И далее также включаем симуляцию. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...